Жители нескольких деревень Чебоксарского района вновь оказались в эпицентре неприятных запахов. Их источает горящая свалка. Пожары здесь возникают постоянно. Недавно образовались новые очаги. Сегодня мои коллеги выясняли, когда очаги возгорания локализуют полностью и проведут ли рекультивацию свалки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. После ликвидации летнего пожара затишки установились ненадолго. Из-за сильного порывистого ветра свалка загорелась с новой силой. Сейчас здесь насчитывается более семи очагов и локализовать их пока не удается. Полигон напоминает торфяное болото. Мусор начинает леть в глубине. Масштабы этой свалки поражают. Сейчас ее площадь превышает 4 гектара. На некоторых участках, к примеру, как здесь, образовались горы мусора высотой 9 метров. Из отлеющего мусора на свалке образуется смог. Дыма вместе с ним и неприятный запах разносится до окрестных деревень и районного центра. В радиусе где-то 1,5-2 километра люди действительно жалуются, чувствуют запах. За это лето уже дважды полностью ликвидировали возгорание с привлечением сил и средств от Министерства строительства, от Министерства транспорта, Министерства природных ресурсов. Сейчас на месте круглые сутки дежурит лесопожарная служба. На подмогу огнеборцам приходят волонтеры. В добровольцы записались и работники администрации района. Сегодня на борьбу с огнем заступил главный зоотехник муниципалитета. Сегодня одни, завтра другие работают. С утра до вечера, до 5 часов будем дежуривать. Целый день, целый день. Ну а обычно в обед кормят. На обед приезжают там. Ну первый, второй, третий час так же. Сейчас примерно обедаем, потом тоже так же и продолжаем. Складировать мусор в этом месте сейчас запрещено. Отходы утилизируют на полигоне под Новочебоксарском. Свалки необходима рекультивация. В администрации района проект уже разработали. Сейчас он проходит экспертизу. Сперва проходим экологическую экспертизу, потом экспертизу ценообразования и будем выставлять на аукцион. Вопрос, опять стоит финансирование. Где-то не менее 50 миллионов рублей нужно, необходимо, чтобы рекультивировать сварку. Ну основные мероприятия при рекультивации, это уменьшить надо им до 2 гектаров с 4,5. И потом уплотнение и засыпка грунтом. Рекультивация в перспективе. В этом году необходимо полностью ликвидировать опасные очаги. Их намерено засыпать грунтом. Без доступа кислорода тлеющие отходы перестанут возгораться. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.